Понимаете, просто потому что человек главное делает в своей жизни, все остальное действует, работает само. Теперь как мы живем? Мы вкладываем очень много сил в то, что не является главным. Допустим, мне денег не хватает, я работаю, зарабатываю деньги. Мне отношений с мужем не хватает, я начинаю с отношениями заниматься с мужем. А так как я не могу ничего с этими отношениями сделать, так у меня сильные связи, я в них вхожу, в эти отношения, еще больнее становится, понимаете, еще больнее, потому что я, у меня не хватает сил, своих сил эти отношения установить. Теперь смотрите, веды говорят, неправильный подход жизни, вообще неправильный. Не надо трогать отношения вообще. Надо просто больше молиться и очищать свое существование. В результате этой чистоты у тебя отношения очистятся с человеком, кармы тяжелой будет меньше, и ты с ним легче разберешься. Как молиться? Вот этот вопрос вы должны. Как часто каждый день? Как часто хотите жить? Человек не может жить без молитвы. Если он живет, у него сердце погано, погано на сердце становится. Я с Украины приехал. Там так говорят. Погано становится на сердце. Молиться как? Вот вы будете изучать этот вопрос. Вот когда, допустим, вы хотите себе телку найти, вы не спрашиваете, как она должна выглядеть. Просто вы ищите телку себе, как вы чувствуете. И если кто-то вам скажет, женись на этой, вы скажете, да пошел ты, я лучше разбираюсь, на каком мне жениться. А молитва и телка – несопоставимые вещи, понимаете? Потому что человек молится, когда у него, то, что уже много жизней подряд у него шел, он в каком-то направлении, это вспыхивает в результате этого изучения и поиска. Понимаете? Точно так же, как человек никогда девушек не видел, он хочет сначала на них посмотреть хотя бы, чтобы понять, кого выбирать. Точно так же, человек, который никогда к Богу не шел, он должен сначала хотя бы на разные веры посмотреть, чтобы ему выбрать, как молиться. Поэтому, зачем вы мне этот вопрос задаете? Это и более интимная в тысячу раз вещь, чем просто отношения между мужчиной и женщиной. Вы просто поймите, что если бы голую попу захотелось в интернете посмотреть, какую-то определенную, определенную конфигурацию, вы весь интернет перероете. Будете пять часов сидеть, но найдете. А если к Богу идти, то Олег Геннадьевич, расскажи, как это делать. Ну, приложите усилия. В интернете об этом тоже есть много. И только о голых попах. Да? Да? Простите, а афирмации могут считаться? Что значит афирмации в вашем понимании? Что вы? Я говорю по правде. У меня есть счастье. Зачем вы это говорите? Зачем? Нет. Вы понимаете, зачем вы говорите? Нельзя говорить то, что неправда. Я есть счастье. Я есть любовь. Это правда, с одной стороны. Но... Вы так считать начинаете. Повысить самооценку нужную. Нет. Позитивный настрой. Позитивный настрой. Зачем он нужен, позитивный настрой? Чтобы легче экзамены сдавать. Легче экзамены сдавать. То есть, чтобы балдеть в этом мире, да? Нет. Вот смотрите. У меня вот столько грехов. Вот здесь, допустим. У меня нет стакана с грехами. 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 Раз, постепенно я его уже не вижу. Не легче жить стало. Почему? Почему не то? Хорошо. Я большой, я сейчас вам расскажу свой опыт. Я занимался аутогенной тренировкой, я сидел. Вы сейчас будете злиться на меня или слушать? Если злиться, я не буду об этом говорить. То есть есть разные способы отношений. Если вы считаете, что я не прав заранее, то я не буду об этом говорить. Нет, вы правы, это опять неправильно. Мы с вами разбираемся. Ваша точка зрения хорошая и моя хорошая. Мы разбираемся с вами. Я свой опыт вам передаю. Я сидел, аутогенной тренировкой занимался и повторял. Я большое светлое солнце, я большое светлое солнце. Я начал чувствовать себя таким большим, светлым. У меня определенные чувства к себе начали развиваться. И мама подошла, говорит, солнышко, сколько можно уже сидеть? Пора идти там что-то делать, мыть пол, что ли? Я что-то уже не помню. У меня, знаете, чувство такое возникло сразу внутри. Во-первых, я не солнышко, а большое светлое солнце. Во-вторых, я сейчас более важной деятельностью занимаюсь, чем мыть пол. Почему это должен быть пол? Я сейчас всем света и счастья желаю, потому что я большое светлое солнце. Я должен мыть пол. Смотрите, интересный момент. Когда мы занимаемся вот такими самовнушениями, я хороший, я хороший, я хороший, это исполняется, это работает, вы скажете, но это же работает, это работает. Да, я притягиваю. Любовь и свет притягиваю? Не знаю, сейчас разберем, что я притягиваю. Я хороший, я хороший, я светлый, я большое светлое солнце, я чистый, я безгрешный, я хороший, я правдивый. Все, я классный. Но там внутри есть знание о том, что я бросил жену, допустим, да? Но я считаю себя очень хорошим и светлым. Почему? Потому что мне тяжело жить, я решил таким вот способом избавиться от проблемы. Вы начинаете себя вести как хорошим, вы доказаете, я хороший, и в следующий раз вы называете как хорошим. Вы и притягиваете, я хороший. Вот вы как хороший сейчас себя ведете? Нет, вы ведете себя как человек, который хочет доказать свое, а хороший это тот, кто может принять. Ваш вопрос очень глубокий. Он касается сути человеческой жизни. Есть два направления мышления, отношения к своему ложному эго. Первое направление. Два способа функционирования эгоизма человека. Выберите для себя один из двух. Первый способ. Человек говорит, я буду хорошим, когда я раскаюсь. Пускай совесть сама скажет, что я хороший. Я не хочу себе ничего внушать. Потому что это она решает, хороший я или плохой. Я хочу жить просто честно. И если действительно есть совесть, если я буду честно жить, раскаиваться, я почувствую, что я правильно живу. Но я никогда не хочу вот сильно зацикливаться на том, что я хороший. Потому что это опасно. Это приведет меня к деградации. Допустим, когда люди мне говорят, у тебя хорошие лекции, мне хочется уши заткнуть. Потому что если я действительно так начинаю думать, начинаю себя источником знаний считать. Это означает, что я просто в глубокой иллюзии нахожусь. Я так считаю, я говорю, один вариант жизни. Второй вариант. По-любому я хороший. Плохое я сделал или хорошее. Я все равно буду хорошим, потому что мне надо быть счастливым. Неважно, сдал я экзамены или нет, я буду счастливым для того, чтобы просто быть счастливым. И все. Вот смотрите, вот этот второй способ мышления, он приводит еще к одной интересной вещи. Эта интересная вещь означает, я, допустим, хочу 100 долларов иметь в жизни. Я начинаю. У меня будет 100 долларов, у меня будет 100 долларов, у меня будет 100 долларов. И они появляются. Откуда? Я же ничего не сделал. Но они появляются. У меня к вам вопрос, откуда они появляются? Нашей хорошей кармой. Да, нашей хорошей кармой. То есть смотрите, человек ничего не сделал хорошего. Он просто говорит, хочу 100 долларов, хочу 100 долларов, хочу 100 долларов. Раз появляется 100 долларов. Из прошлой кармы хорошей, она израсходовалась, эта карма хорошая, я получил 100 долларов. Таким образом, своим «хочу» я могу притянуть события. Вопрос заключается в том, надо это делать или нет. Я изучал этот вопрос. Смотрите, у нас есть хорошая карма для того, чтобы защитить нас от несчастного случая, защитить нас от неправильного поступка, от много чего защитить нас. Для этого нужна хорошая карма. Она там, резерв, этот запас нужен для того, чтобы нам нормально жить в этой ситуации. Потому что мир опасный, в котором мы живем. Вот теперь я беру и говорю, хочу 10 тысяч баксов, хочу 10 тысяч баксов, допустим. Раз, судьба дает. Классно. Хочу телку, хочу телку. Раз, телку получил. Карма расходуется хорошая в это время. Веды говорят, это даже не страсть. Это даже не страсть. Есть невежество, есть страсть и благость. Вот эта философия, это невежество уже. Почему? Потому что человек, который грабит банк, он мыслит точно так же. Хочу деньги этого банка. Хочу деньги этого банка. Он грабит. И потом говорит, хочу, чтобы не заметили. Хочу, чтобы никто не узнал, как я украл. Пожалуйста, нет проблем. Пока есть хорошая карма, человек грабит, и никто не узнает об этом. Потом он хочет дальше так жить. Он говорит, я хочу больше денег. Он тратит легко деньги, потому что он их не зарабатывал. Хочу еще один банк. Пожалуйста, пока у тебя там есть запас благочестия. Пожалуйста. А потом небо в клеточку. Знаете, какое небо в клеточку люди получают, которые постоянно говорят, что я хороший? Небо в клеточку заключается в том, что их эгоизм, ложный эгоизм. Потому что истинный эгоизм основан только на правильных поступках. Когда человек что-то хорошее совершил, судьба ему сама подсказывает, ты хороший. Но когда человек просто, он, я хороший, и все, тогда его эгоизм приводит, знаете, к чему его? В такой сильной гордыне, что он начинает чуть ли не Богом себя считать. Попробуй ему, скажи, что он плохой. Такому человеку страшно. Он не примет это. Видите, практики бывают разными. Поэтому будьте осторожны. Изучайте, прежде чем вы что-то делаете, попытайтесь понять, зачем я это делаю. Зачем? Просто, чтобы не хорошо было, это не способ жить. Надо понять последствия. Редактор субтитров А.Семкин